Сведём с ума Мы три сестры И у нас в студии снова звоночек. Алло, здравствуйте. Добрый день. Я хотел бы заказать песню для моей любимой девушки. Слушай, по-моему, это твой звонок. Да-да-да, конечно. Какую песенку вы хотите заказать? Мы встретились с ней очень недавно, но я успел её полюбить. Вот. Мне хотелось бы поставить для неё песню «Я люблю тебя до слёг». Мы с удовольствием поставим эту композицию. Скажите имя вашей ненаглядной. Её зовут Анжела. Очень симпатичная, замечательная девушка. У нас нет такой песни, уважаемый Радик. Мы вам можем поставить только «Пошёл вон!» Ой, какой классный бассейн, супер. Не говори, вода – это жизнь. Слушай, а я забыла у тебя спросить, а чё ты с твоим первым рассталась? Потому что он громко храпел. И мне приходилось затыкать себе уши. Ну да, неприятно. А со вторым рассталась, знаешь почему? Он, видите ли, молчал. Но и мне приходилось разговаривать много. И он стал затыкать мне рот. Подонок. Слушай, а с тренером-то у тебя всё круто? Ой, тренер, он душка. Идеально. Девчоночки, а вы здесь ещё? Да. Да. Дорогая, впереди важное соревнование. Я подумал, что это будет тебе необходимо. Ой, с волосы, стиль. А что это? А? Что это? Ну? Ну как? Класс? Спасибо, дорогой. Ну ладно, вы собирайтесь, я в машине жду. Давайте. Да. У тебя не личная жизнь, а сплошное ухо, горло, нос. Да что ты понимаешь в подарках? Гей! Одевайся. Ну давай уже. Подожди. Может, хватит уже это меню читать? Ты полчаса уже его листаешь. Определись, наконец. Да подожди ты. Просто тут всё такое необычное. Так интересно расписано. Ну быстрее. Ну потерпи ещё немножечко, пожалуйста. Хорошо. Тогда я тебе всё испорчу. Там на последней странице бразильский кофе. А? Улыбка женщины – это водоворот с целью и харильды, в пучину которого часто попадает, разбиваясь в щепки, крепкий корабль «Дружба». «Дружба». Ну почему она такая жадная женщина, ну почему она такая жадная, а? Своей внимательностью. Да? Ты совершенно в идеальном состоянии. Посмотри, какая лялечка. Ну 6800 минимум. Я тебе говорю, ты жадный. Ты знаешь, я часто вспоминаю тот день, когда мы с тобой познакомились. Делайте, пожалуйста, глубокий вдох, выдох, ещё разочек, вдох, выдох. С дыханием всё в порядке. Ну и хорошо. Теперь у больного или у пациента нужно обязательно проверить пульс. Хорошо, присаживайтесь. Так. Позвольте вашу руку. Пожалуйста. Угу. Спасибо. Э-э-э-э, что это вы такое делаете? Расслабьтесь, не мешайте мне мерить пульс. Смотрите сюда. Не смотрите. С вашим пульсом всё в порядке. С вашим пульсом всё в порядке. Ни один человек не прожил настоящей жизни, если он не был очищен любовью женщины, подкреплён её мужеством и руководим её скромной рассудительностью. Отлично. Великолепно. Замечательно. Отлично. Великолепно. Мы вас берём. Мы вас берём. Так. Следующий. Здравствуйте. Здравствуйте. Мой талант очень прост. У меня всё в этой жизни получается по блату. Да? Да. Интересно. И как это получается? Куда бы я ни приходила, всем я говорю, что вам передавал привет Павел Витальевич. А так он знакомый с Павлом Витальевичем? О, как интересно. Боже мой, я сто лет его не видел. Как он? Как жена? Дети? Как? Спасибо. Всё хорошо. Передавайте Павлу Витальевичу огромнейший привет. Вы уходите. Вы нам не подходите. Вы что, не поняли от кого я? Нет. Кто такой этот Павел Витальевич? Если честно, я сама не знаю. Но это меня не подводило ещё ни разу за последних десять лет. Кстати, Мишку Гайдая знаете? Так вы от Михаила Петровича? Да. Ну что же вы, голубушка, мне сразу не сказали? Конечно же, конечно, мы вас берём. Очень талантливая девушка. Надо брать. Надо. Мы три сестры, сведём с ума. Подруги и соперницы, любовь и игра. Мы три сестры. Здравствуйте. Привет. Мужчина. Сколько можно? Шесть утра. Мы только что пришли с дискотеки, отдохнуть хотим, а у вас тут клубняк. Что? Клубняк у вас на полную играет. Прикольный, да? Я сейчас тише сделаю. Нет. Поставьте лаунч. Нам для отходника самое то. Да. Окей. Музыка. 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 Трактором переехал. Фух. Тьфу. Господи, испугал только. И что ты хочешь теперь? Так она теперь за мной по всей деревне гоняется. Вы ей скажите, я не специально. Ты переехал – ты объясняй. Да. И скажи, чтоб семь была дома. Так сейчас полвосьмого. Ну, восемь. Зеркало – это такой инструмент, который помогает женщине опаздывать. Мне рекомендовали ваше агентство «Свадьба под ключ» как самая креативная. Да, это наша фишка. Что бы вы посоветовали мне такого креативненького? Значит так, эксклюзивную церемонию бракосочетания. Отлично. С лепестками роз, с голубями, на которую вы спуститесь к невесте на воздушном шаре. Шаре? Да. Что еще? Дальше гости вручают подарки. Так. На мостике. Мостиком. Под мостиком. Лебеди. А лебеди – это символ любви и верности. Не-не-не, что-то еще. Что-то еще. Что же еще? Еще свадебный фуршет. В восточном стиле. В восточном стиле. Потом звезды эстрады, мыльное шоу, эксклюзивный фейерверк и самое главное – конек вечера. Шоколадный фонтан. Что-то очень креативно, но я не женюсь, я развожусь. Так и не вопрос. Мы свадебную церемонию заменим разводом. Вместо голубей пусть каркают вороны. Вороны? Да. Вместо роз – крапива. Вместо фуршета – общепит. И напоследок – пачка стирального порошка. Каждому. Не зря мне вас советовали. Ну что ж, дешево и сердито. Эх, завидую я Попову, когда он изобрел первый свой радиопередатчик и первым вышел в прямой эфир. Чему ты завидуешь? Тому, что он получил гонорар больше, чем твоя зарплата за год? Да нет. А чему тогда? Тому, что ему не пришлось выдумывать какие-то глупые конкурсы с радиослушателями, чтобы заполнить эфир, да? Да нет же! А что тогда? Значит так, девушки, зарплата в этом месяце задерживается. Гостей в студии не будет. Вот вам новые тексты, 10 минут на его изучение. И самое главное, смотрите, чтобы вы сами не стали гостями студии. Вот. Я завидую тому, что у Попова не было такого начальника. Что-то мне подсказывает, что Попов не сам изобрел это радио. У него были какие-то две послушные изобретательницы. У которых было всего 10 минут на все про все. Я все слышу. В эфире Блодинка ФМ. Да. В любовнице ищи, чего хочешь. Ума, темперамента. Но с женой нужно жить всю жизнь. А поэтому ищи в ней, на что можно положиться. Ищи основ. Давай, давай, активнее руками работаем, активнее. Не ленимся, давай, вот, вот, уже хорошо. Давай, 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 давай. Я готова, можно прыгать? Девушка, зачем вам деньги в купальнике? Ой, а я даже не заметила. Я просто с работы и сразу на тренировку. Кстати, возьмите деньги за посещение. А сюда сдачу положите. Дамы и господа, внимание, смертельный номер. Сейчас наша акробатка совершит полет под куполом цирка. Ну, давай, давай, падай. Ты что творишь? Да это акробатка. Увела у меня парня. Прикинь, так я с осени ни одного представления не пропускаю. Хожу, хожу и жду, когда она шмякнется. Эх, а она ничего, такая сильная. Даже нравится мне немного начала. Сейчас концовка номера. Ну, вот, ну и, вот. Блин, выжила. Браво! Браво! Живая. Женщина уверена, что дважды два станет ровно пять, если как следует поплакать и устроить скандал. Слушаю вас. Можно позвать администратора? А может быть, я передам ему ваши пожелания? Нет, спасибо. Я хочу лично поговорить с администратором. Ну, пожалуйста, не зовите администратора. Может быть, я вам чем-нибудь могу помочь. Ну, если хотите. Тогда по дороге домой купишь чеснок и два килограмма картошки. Понял? В смысле? В смысле, администратор это мой парень. Спасибо за вечер. Да не за что. Было здорово. Согласен. Позвонишь мне? Ну, конечно. Ну, пока. Погоди. А деньги? Вообще-то у меня час назад смена в такси началась. Так что от Петровки до Борщаговки, ну и плюс 20 минут простой. Что? Да шучу я. Шух. За простой я тебя не возьму. Когда прекрасные женские глаза затуманиваются слезами, видеть перестает мужчина. Извините за опоздание. Мы к вам на занятия пришли. Да. Очень хорошо. А вы почему без халатика? Без какого халата? Ну, вам всем выдали халат. Ну, да, выдали. Но произошла какая-то ошибка. В смысле, что по размеру не подходит? По цвету. Халаты, как и все. Все белого цвета. Вот именно. Еще чего не хватало, чтобы я ходила в халате, как у всех. Вот я такая молодая, глупая и была. Привет, бабуля. И все не хворать. А чьи-то внученьки такие красивые? Мои внученьки. Из города приехали. Видишь, какая? Порост. Да, бабуль. Так, а че девушки без парней скучают? Они просто не хотят с парнями скучать. Насовость создавать, как сказать. Так, может, я им тогда проведу экскурсию. Покажу, где у нас колхозные сеновалы. Сидеть. А че это ты к девочкам молодым пристаешь, а? У бабушки тоже еще порох в пороховницах остался. Ну, бабуль, ну в твоем возрасте так шутить не стоит. А я и не шучу. Я говорю, порох в пороховницах, то у бабушки еще остался. Бабушка. Ты бы это, шел отсюда. Да, да, да. А то могу не в голубя стрельнуть. СМЕХ Ага. Спасибо, бабушка. Что бы мы без тебя делали? Детей бы делали. СМЕХ Как я 50 лет назад. Так, сходила на экскурсию с вашим дедушкой. Так, до сих пор тут и живу. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Эй. Эй, вставай. Вставай. Мы подъезжаем к Харькову. Давай, подъем. Да черт с ним с этим Харьков. Да ты пропустишь остановку. А тебе какая разница? Какая-то какая разница? Твоя очередь открывать. А-а-а! Эти люди сами не спят, а другие им не дают. СМЕХ Ох, ох. Быстро. А-а-а! Кому в Харьков? Через 15 минут в Харьков? Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире программа «Три звездочки». И сегодня мы поговорим о воспитании. Кстати, а ваши родители знают, что вы смотрите «Три звездочки»? Вот, например, у вас появился мужчина. Как правильно кормить, одевать и готовить ему? Об этом мы сегодня поговорим здесь, в студии. Да, мужчину нужно воспитывать с первых дней знакомства. Каким вы его воспитаете, таким он и будет. Можем, например, воспитывать методом кнута и пряника. М-м-м, сейчас такие мужчины пошли, не очень-то кнута и боятся, а некоторым еще и плетку подавай. Но стоит только расстегнуть ремень, как ваш любимый сразу же становится покорным, обходительным и внимательным. М-м-м, да, мужчина как ребенок. Ему все интересно. Где ты была? Почему ты не перезвонила? В конце концов, почему так поздно? Да-да, мужчины, они как школьники, они как дети. Периодически обязательно нужно проверять, что у него в карманах, а что у него в штанах. К трем-четырем годам жизни, совместной, конечно, мужчина начинает ходить и смотреть по сторонам. А сейчас пришло время, дорогие телезрители, представить вам нашего гостя. Это известный исполнитель, король поп-сцены, отец двоих детей. Филя, Филя, я только спросить. Здравствуйте, девочки. Я прошу прощения, вы, скажите, вы разбираетесь в этом воспитании, да, я слышал? Да. Слышал. Очень здорово. Вы не могли бы мне посоветовать детский садик? Ну, очень хороший только. Ну, здесь через дорогу есть детский садик. Есть, да? Да. А такой, чтобы с бассейном? То есть вы заботливый папа, и вы хотите сдать своего ребенка в хороший садик? Конечно, жена сдала, и сказала, чтобы я его забрал оттуда. А я не помню, что за садик. Она мне сказала, правда, что он с бассейном, и в зеленые ворота. Так вы попробуйте зайти в детсад и крикнуть, сынок! Пробовал, пробовал, еле ноги унес. Знаете, я крикнул так, на мой крик, из одного детского садика 15 малышей выскочило, со второго 7. Так а сколько лет вашему ребенку? Лет, лет, лет. О, точно, лет! Это же она мне сказала, что около детского садика с бассейном школа стоит. Он же, наверное, уже в школе учится. В 15 лет это же уже школа, да? Да, да. Ну, бегите, бегите искать вашего сына. Дети цветы жизни. И чтобы они не завяли, вам, родители, нужно постоянно пахать, пахать и пахать все доброе, разумное и вечное. С вами были три звездочки. До новых встреч! АПЛОДИСМЕНТЫ Что там делали? Ой, снимаем педу. Извините. 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 Продолжение следует...